Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще важно попытаться найти для пожилых людей занятия, чтобы они почувствовали себя нужными и полезными. Сегодня в рубрике «Неформат» предлагаю посмотреть сюжет с портала «Видеомилосердие» о том, чем можно заняться, если наступила старость. Сюжет называется «Не время для старости». Ну, вообще, когда я задумывалась на эту тему, то мне сразу вспоминались ужасные условия в нашей стране, маленькие пенсии, вот, на которые, ну, современная молодежь бы даже не смогла было прожить. Старость – это время, когда уже чего-то достиг и можно отдыхать. Я почему-то себя счастливым представляю в старости, вот, может быть, как он в книжках пишет, в большой дом, камин, вот, я лежу в кровати в окружении детей, правнуков, внуков. Когда вы знаете, семья уже немножко не то, что распалась, а уже все отделяются, делись уже, можно сказать, у каждого уже. Семья своя, и живут своей жизнью, и я как бы стал совершенно одиноким человеком. И это очень такое состояние неприятное, лично для меня. Некоторые об этом мечтают, чтобы, вот, быть полностью свободным, там, читать, там, с утра до вечера, я на такое не способен. Вот, мне нужна деятельность какая-то. Вот, есть категория людей, которые могут прекрасно себя чувствовать, взять книжку, читать и читать, идти прогуляться по асфальту и опять прийти домой. И у них прекрасно сходить в музей, быть познакомым, позвонить несколько раз. И вся жизнь их устраивает. Меня это такая же жизнь не устраивает. Хотелось все-таки более активной какой-то жизни. Есть один ход. Не очень хочется сделать. Один ход и мат. Да. И мат. И мат. Здорово. Да не так же, не так же. Да что ты отдаешь? Дети от 6 до 12 лет, это, как правило, прекрасные дети. Я не знаю, говорят о плохих детях, я таких не знаю. У нас, вот, у меня в группе, с которой я занимаюсь, дети просто великолепные. Евангелист, по-моему, Матфей, сказал, что никогда не войдешь в царство Божье, если не будешь ребенком. С годами человек становится больше ребенком. Самое сильное, это годы войны, что и говорить. Хотя мне было 7 лет, но это настолько сильные и яркие впечатления, что от них не избавиться уже никогда, конечно. Это голод, это смерть близких. Отец, вот, умирал буквально на глазах, весь, весь, кроме костей и кожи, ничего у человека не оставалось. Вот, это голод, ужасный, ужасный голод, это и холод, когда стоит в довольно большой комнате, буржуйка. И на буржуйке дети сушат кусочек, не хлеба, а бог знает что, там никакого хлеба, конечно, и признаков хлеба не было. 125 грамм, он высохнет, вообще вот такой маленький кусочек оставался. Ну, вот, вот это, конечно, такое жуткое было время. Ну, как-то вот человек ко всему привыкает. Потом притупляются вот эти ощущения несчастья какого-то. А потом, ну, вот и так далее. Я же под секретом это все. Ну, не подскажите, ну, что мне подскажите. Я считаю, что я именно нашел свое место в жизни здесь. Да, я когда вот без дела сижу дома, я просто жду, когда я опять окажусь в этой среде. То, что мы привыкли понимать под старостью, называется золотым возрастом. То есть, когда человек уже, в принципе, может пожить в какой-то мере для себя, да, там, не вкладывая в это понятие какую-то разбульную жизнь, а именно, то есть, заниматься тем, чем, на что ему не хватало времени и молодости. Когда мы говорим о старости, мы имеем в виду жизнь физиологическую. Если взять любого человека и посмотреть на его душу, возьмите любого 90-летнего, 150-летнего человека и спросите, вот если бы у тебя сейчас не было болезней, если бы ты не устал от жизни, если бы ты не стал циником, когда все плохо, все умирает, все теряем, вот без этого отрицательного опыта, вот твоя душа, она согласна была бы сейчас прыгать и радоваться, сколько, вот как ты думаешь, у человека все люди отвечают? Ну, 17-18, у души нет возраста. Поэтому старость – это когда человек подчинился своему телу в очередной раз. Мы люди плотские, мы подчиняемся обстоятельствам. Человек, который не подчинился своей физиологии, он всегда будет молодой. Собственно, Евангелие нас учит, что можно жить, всегда умножаясь, и нужно жить так, чтобы становилось только лучше и лучше. В обратном случае, значит, ты умираешь. Ну, я из детства хотела быть медработником. И так я и ушла в медицину. 58 я в медицине, в детском, в детской профиле я 58. И с них 12 лет я отработала, вот в больнице Ценбарина, лет, наверное, 10 я отработала, распределитель когда-то было, может, чуть поменьше. И вот это 34 или 35 лет у нас вот здесь, святая Ольга. Просто любила детей. Самые маленькие они святые, святые детки, я так считаю. По профилю у нас энцефалопатия и ДЦПС, и психонемрологическим компонентом. Нарушение психика и нервной системы всего месяца. Как родители разные есть. Контакт с родителями иногда бывает хороший, иногда и по-разному. Ну, а дети не при чем. Я стараюсь помочь ребенку. Для меня это самое важное. Будем себе вести очень хорошо. Хорошо? А то мы получимся с тобой некрасивые. И не так, как надо. Все? Да? Сейчас я на книжку дам. Давай, мой хороший. Давай мы начнем. Знаешь, как? Будешь смотреть? Нет, подожди. Сейчас, ну, была бы девочка, да, на другую. Была бы девушка, да, на другую. Видишь, другая какая. Оттуда пара идет. А, это что такое? Ну, когда видишь ребенка очень тяжелого и чувствуется, что не очень можно помочь, конечно, тут расстройство есть. Смотришь и на маму, и на ребенка, и поможешь нечем, конечно, расстраивайся. Но старайся как-то маме дать стимул, чтобы не падало духом, и сам как-то придерживаясь жизни такой, чтобы порой не показать, что так я чувствую себя плохо. Стараюсь вот. Давай, полетели ветерком, с ветерком, дерево поупало, ноги дежели, молодец. А теперь скажем спасибо, но что, видите, как мы спасибо скажем бабушке? А, молодец, давай, 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 хорошо. Ну, за это время, сколько я-то работала, конечно, много детей появилось. Таких, которые даже сейчас мои бывшие пациенты уже рожают, и иногда их, и к ним я иногда хожу в гости, иногда в больнице был. К старости человек делается мудрее, может быть, частенько и добрее. Есть старушки озвобленные, но я считаю, что это как-то не надо так быть. Надо быть подобрее. Ну, в каждом возрасте есть счастье. С счастьем, когда у тебя, в принципе, не только у тебя еда есть или жилье, а как твои дети к тебе относятся, внуки. И вот это в этом и счастье, чтобы ты дал им какое-то такое, и чтобы от них получить любовь. Взаимная такая связь должна быть. Мне, слава Богу, это есть. Мама была моя верующая на христианские семьи, имели свой приход в доме церковный. И мама с детства научила пару молитв, учу наш, и Богородица с этим, и жили мы. Во время войны мама часто молитвы говорила не только за своих детей, но и за всех. И у нас во время войны, в принципе, никто не погиб, все остались живы. И я считаю, что это благодаря маминой молитве. Богу надо всем идти, потому что без Бога жить нельзя. Без Бога не до порога, с Богом куда хочешь. Я это на себе очень чувствую. Время программы «Четверть часа» подходит к концу. Хочется поблагодарить наших бабушек и дедушек просто за то, что они у нас есть. Пусть Господь вас хранит! Субтитры создавал DimaTorzok